МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойч Велли ДВ Новости. Здравствуйте! Наши главные темы сегодня. Россия против ЮКОСа. Как ГАГский суд решил в пользу Москвы? Свобода прессы. Почему журналистам всё труднее работать? Вопрос времени. Когда украинцы смогут въезжать в Евросоюз без виз? Россия не должна выплачивать акционерам бывшего нефтяного концерна ЮКОС компенсацию в 50 миллиардов долларов. Такое решение в среду принял окружной суд ГАГе. Таким образом, он отменил вердикт ещё одного ГАГского суда, арбитражного. Именно тот третейский суд два года назад единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им многомиллиардную компенсацию. Иск бывших акционеров ЮКОСа удовлетворили летом 2014 года. Это решение Международного арбитражного суда в ГАГе, которого искам пришлось ждать почти 10 лет, многие тогда назвали историческим. Судьи расценили действия России как экспроприацию инвестиций. Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов атаковала нефтяную компанию, чтобы овладеть её активами и одновременно удалила главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Российскую сторону обязали выплатить 50 миллиардов долларов компенсации. В том же году Россия подала жалобу на решение третейского суда в окружной суд ГАГе. Основной аргумент Москвы — энергетическая хартия, на которую опирался арбитраж, в случае с ЮКОСом не действует. Во-первых, Москва эту хартию хоть и подписала, но не ратифицировала. Кроме того, этот договор защищает права иностранных инвесторов, а владельцы компании были российскими олигархами. Окружной суд ГАГе отменил решение о выплате. Согласно его вердикту, в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода. Как отреагировали представители ЮКОСа на сегодняшнее решение ГАГского суда? Незадолго до передачи мы связались с главой компании GML, которая представляет интересы бывших мажоритарных акционеров концерна, Тимом Осборном. И вот как он прокомментировал решение суда. Это очень неожиданно. Суд отменил решение арбитража, основываясь на том, что в отношении России не действовало временное применение договора к энергетической хартии. Этот вердикт нас по-настоящему шокировал, ведь в ходе переговоров Россия сама поддерживала временное применение, поскольку торопилась получить иностранные инвестиции. Кроме того, в 2009 году Россия вышла из временного применения договора к энергетической хартии. Из чего же тогда, спрашивается, выходила российская сторона, если, как утверждают в Москве, временное применение изначально не действовало? Мы оспорим решение суда и подадим апелляцию. Не оставил без ответа решение ГАГского суда в пользу Москвы и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Запад решил ослабить давление. Мои друзья продолжат противостояние. Я же шел и иду к смене режима другим путем. И к другим темам этого дня. Во всем мире журналистам стало работать сложнее. К такому выводу пришли правозащитники из международной организации «Репортеры без границ». В рейтинге свободы прессы за текущий год объясняется это усилением автократии, например, в России, Турции и Египте. А также попытками, например, властей Польши и Венгрии взять частные СМИ под свой контроль. При этом Россия, казалось бы, улучшила свой рейтинг. Но так ли это на самом деле и кому на сей раз досталась пальма первенства? Рейтинг лидеров свободы прессы изменился лишь незначительно. На первом месте, как и в прошлом году, Финляндия. На вторую строчку поднялись Нидерланды. Затем следуют Норвегия, Дания и Новая Зеландия. Интересно, что Германия за год опустилась на четыре позиции и оказалась на 16-м месте. Эти изменения связаны с рядом нападений на журналистов во время митингов, например, таких организаций, как Пегида или АФД. Германия входит в так называемую «белую» группу стран, в которых ситуация со свободой прессы хорошая. А вот Россия находится в красной группе, с тяжелыми условиями для работы журналистов и занимает 148-е место. Рядом с такими странами, как Пакистан, Таджикистан и Турция. За год Россия поднялась на четыре позиции, но журналистам там работать проще не стало, объяснили авторы рейтинга. Это может удивить, но Россия номинально поднялась на четыре позиции вверх. Но не потому, что ситуация со свободой прессы там в самом деле улучшилась, а потому, что положение в других странах стало хуже. Напротив, мы все чаще видим авторитарные тенденции со стороны российского руководства в отношении прессы. Вместе с тем, репортеры без границ отмечают, что в России еще есть независимые СМИ, правда, в основном в интернете. Высказать альтернативное мнение можно и в социальных сетях. Однако большинство российского населения по-прежнему мало пользуются интернетом и больше доверяют телевидению. Единственное, что, по мнению экспертов, может заставить россиян меньше верить телевизору, это пустой холодильник. Я не думаю, что доверие кремлевским СМИ сразу потеряется из-за экономического кризиса. Они всегда могут сказать, что все проблемы из-за западных санкций. Однако же ситуация такова, что чем хуже экономическое положение, вне зависимости от того, что рассказывают СМИ, тем сильнее растет недовольство. И это может стать серьезной проблемой для Путина и российского руководства. Организация также отмечает, что за прошлый год политические лидеры по всему миру усилили давление на прессу, роль пропаганды растет. Отдельно стоит отметить достаточно быстрый рост Украины в этом рейтинге. Она поднялась на 22 строчки и оказалась на 107 месте. Во многом благодаря улучшению ситуации на юго-востоке страны. Пока эксперты и политики расписывают сценарии триллеров о выходе Великобритании из состава ЕС, в самом королевстве готовятся к референдуму. В британском обществе однозначного мнения пока нет. За и против разделились поровну. Но результаты предварительных опросов, причем не только в самой Великобритании, но и в странах-соседях по Евросоюзу, уже есть. Британцы все еще в раздумьях. 28% граждан Соединенного Королевства до сих пор не определились, как им голосовать на референдуме о выходе из ЕС. Зато их партнеры по Евросоюзу уверены, что расставания с Великобританией не хотят. В Испании противников Брексит 67% респондентов, во Франции 59%, а в Польше 54%. Таковы результаты опроса, проведенного по специальному заказу Deutsche Welle. У граждан каждой из этих четырех стран свои причины выступать против Брексит. Например, Польша чуть ли не больше всех потеряет от этого отделения. Почти миллион польских работников живут и работают в Великобритании. После Брексита им, вероятно, придется собирать вещи и ехать домой. Для поляков свобода передвижения – одно из наиболее ценных европейских преимуществ. Поэтому они, конечно, против Брексит. Опросили европейцев и по поводу финансовых ожиданий. Лишь французы считают, что Димарш Лондона никоим образом не повлияет на экономическую ситуацию в ЕС. В то же время в Германии, Польше и Испании ожидания гораздо более пессимистичные. Для европейских стран это будет означать, что вести торговлю станет значительно сложнее, что ЕС, вероятно, потеряет часть своего банковского сектора и инвестиций. Европейцы осознают, что отделение повлечет за собой плохие новости для экономики. Для самой Великобритании плохие новости уже начались. По подсчетам британского Минфина, Брексит обойдется каждой британской семье почти в 5,5 тысяч евро в год. Согласно исследованию ДВ, большинство европейцев верят, на референдуме 23 июня Королевство проголосует за членство в ЕС. Скептически настроены только французы, среди которых также сильно распространены антиевропейские настроения. Жители Украины, по сути, наконец дождались от Евросоюза конкретных шагов по отмене виз. В среду Еврокомиссия официально предложила Киеву отмену визового режима. Подробнее о том, когда украинцы смогут без виз въезжать в страны ЕС, в новостном обзоре. Отмена визового режима является частью соглашения между ЕС и Украиной. Этот шаг стал возможен благодаря успехам украинского правительства в деле проведения трудных реформ, заявили в Еврокомиссии. Теперь предстоит голосование на уровне всех 28 стран ЕС и ратификация в Европарламенте. В то же время в Брюсселе ничего не сказали о том, совместимы ли предложения об отмене виз для украинцев с итогами прошедшего 6 апреля референдума в Нидерландах. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первая после двух лет встреча Совета НАТО-Россия прошла в откровенной атмосфере. Однако при этом он подчеркнул, что это не значит, что Москва и Альянс возвращаются к работе в обычном режиме. Стороны по-прежнему придерживаются различных взглядов. Брюссель после года расследования предъявил компании Google обвинение в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению властей ЕС, Google злоупотребляла своей доминирующей позиции на рынке софта на базе оперативной системы Android для мобильных устройств, такие как смартфоны и планшеты. Японский канал NHK продемонстрировал новый телевизионный формат Super High Vision 8K. Новинку представили в Лас-Вегасе на международной выставке электронных технологий СМИ. Сообщается, что новейший формат содержит в 16 раз больше визуальной информации, чем формат 4K. Тогда как уже появился формат 8K, далеко не каждый потребитель знает, что такое его предшественник 4K. Поспеть за всеми новинками из области электронных технологий действительно нелегко, но мы будем стараться. ДВ Новости расскажут о развитии событий завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин